друзья всем привет с вами ула place меня зовут ульяна продолжаем мы с вами играть кульседеркин 2 у нас тут совершенно юная королева 16 лет и у нас тут грядет в прямом смысле этого слова грядет война с византии вот они уже я думаю подступают я думаю что стоит нам проверить какое у них количество войск вообще так где нам нужен прям базилевс мамочки серьезно 57000 они могут выставить войск мы столько не сможем у нас 20 вот это круто может просто отдать ростов ну его ну-ка если сдадимся потеряем княжество ростов есть у нас вообще такое есть конечно ну ладно к нам сейчас присоединятся вот всякие разные войска на самом деле что-нибудь да пособираем глядишь и глядишь победим мало ли что бывает так раз караджа и девичьей рукой нам нужно подвелиться но но не сейчас что у нас может быть снятся с технологиями ничего интересного нас нету законами о можем изгнание принять чтобы только мы выбирали кого изгонять давайте раз уж разу совет за давайте сделаем готова наимники устроили засаду по путь исследования цели царя митрофана и расправились с ней свойщик отпустили и теперь он полностью уверен что падение совершили разбойники большой дороге вот теперь моя водовелие и можно выбирать себе мужа о так это наш это наша нам нужна родословная уже наш но это кривич очевидно наш скандинавия ну-ка ну что ж ты не сын-то ротнар лот брака я честно я готова дальше знаете на страшно подумать на какого-нибудь иноверца лишь бы намешать немножко крови подозреваю что в отличие от нас не особо то были заняты другие созданием родословных так кривич но это наша да наша всю кровь наша кривичевская есть некоторые изначальные есть некоторые родословные которые нужно узнают со временем скандинавов посмотрим реально может печенежская с германским язычеством так афмунсио чувак но все торт стейн холин герсон предок рагнала лотбрак пора мешать правда нужно чтобы он согласился на это дело на во тренейный брак он согласен о детки какие будут до настоящий сын рагнара лотбрак ну сын смысле в глобальном смысле ох какая прелесть и религия еще сменит но все начинается прямо прекрасно все сейчас просто придет конечно это византийская армия сметет нас ой нет он сказал отказываюсь подарочек подарим но в дети на самом деле в любом случае будут нашей нашей религии эти подарим бутылку пиво чтобы просто совсем уж подмазаться подмазаться к мужу вот как хорошо здесь все девчонку играть вы же точно сто процентов уверены от кого дети это очень приятно пока давайте посмотрим это у нас гвардии до 6000 мало а нет вот у нас гвардии 0 процентов мы захватили землю 0 процентов один процент потому что армии конечно гигантские совершенно земли гигантские то есть нам прямо придется по 12 тысяч прибежала ну что начинаем так даже вот так вот на главный мария тут удриана девчонки давайте сейчас мы будем сейчас мы будем биться главное славян эти которые могли бы как-то поучаствовать просто просто раз-два и обчелся у кто-то дохнет с голоду ха 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 да такие вот у нас территории негостеприимные для всяческих там быстро нет это не они куда это они чешут 17000 мамочки так ну что во первых мы давайте попросим гвардии присоединиться всех всех нам надо собраться в кучку 11 не хочу драться с их я к сожалению я помню не могу да посмотреть какие у них тут правители куда они идут землю это очищать что ли собираемся в кучку будем их как-то отлавливать по одному ну что нас на 22000 государев наместник карла чаще пламя создал княжества месси на здоровье пошла первая потеха 23 23 23 тысячи пишите меня семеро я не знаю мне хочется молиться креститься плакать мы побеждаем мы побеждаем их их там еще 40 тысяч должно прийти конечно тульская битва в осторожно втаскивайте копейщики весьма травмирующая рана мы изуродованы и серьезно ранены вот такая вот у нас красавица самодия крещённая решила помочь наконец-то наконец-то хоть какие-то у нас плюсы за того что мы крестили 19 19 19 процентов я так слеповатыми темновато включу свет себе а то я не вижу цифр невиданный доселе размере величие слушайте мы еще есть уменьшена в два раза ополчением пришли воевать ну неплохо скажу я вам неплохо мы отвоевали территорию какую-то да то есть мы по сути прогнали их войска это не за ростов они вот это хотят захватить ах они какие шибко хитрые и конфликт такого восстание окончилось прекрасно всех всех кто есть давайте собираем в кучку великая книжная велеслава приводим доказательства того что верховный вождь вальдемар подло клевещет на меня угрозы помогут держать его подальше от политики доказательства не произвели должного эффекта можем его я не хочу совершенно его конечно гнать сейчас но есть воевать с ним у нас 22000 ваши люди выяснили что волк путят и вымогает деньги за различные ритуальные услуги наполняя свой кошелек какой ужас чувак мы в тюрьму простите извините отпускаем каких-то там людей ни в чем не виновных людей пора двигать в их сторону что ли о смотрю у нас тут вкусненько и тоже бегает по землям наглое форт есть всякие крепости есть лада вали легко нас точно не возьмут вот это я вам точно могу сказать очень неплохо идем так думала уже никогда не случится на моя рана полностью зажила смотрю кто-то чешет к нам столицу до столицу не тоже быстро и мы медленные с этой своей тяжелой пехоты конечно а что поделать у нас конкретно есть просто даже здание сильно усиливающие нашу пехоту вот ведь защита тяжелой пехоты плюс 15 процентов серьезно за ними бегать это так не прикольно вот у нас пытается убить самое время я скажу вам самое время нас убить давайте просим прекратить все заговоры разом не хочу разбираться сейчас со всеми по очереди 27 процентов но это сейчас они освободили эти территории видимо не все поддержали их вот эти вот начинания атаку на нас потому что я смотрю все таки они не выкатили нам 40000 было бы неприятно ходит там меньше десятка это из их стороны конечно просто глупо ну что освободили 39 процентов самое самое бесяло и честно это вот за ними бегать и ведь не оставишь да кто это сестра страх управления управление давайте-ка все иду на юг 44 процента до 44 процента так воевода может поднять боевой дух или размер ополчения берем боевой дух и сестра любого кого дипломат пускай будет дипломатом во все слушайте вот царевна добронега у нас она у нас коняжества карела да и и я собиралась на местничество она не мой феодал она не мой феодал она вообще не феодал то есть смысле она племенной союз елки-палки ладно давайте мы пойдем дадим ей кончу более вкусная не финляндия что-нибудь так себе же 8 же но это точно феодальная территория я лично делала феодальной территории все равно ладно думаем 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 великая княжества финляндия это у нас прямо великая княжества финляндия это ну как типа королевства значит тут должно быть и герцогство какое-то карелия есть у нас но можно сделать герцогство карелия вот создать до создать теперь сестра наша может быть и так станешь феодалом а достала царевна я бы честно я бы и пожертвовала наместничество чтобы она уже разбиралась с этими северными землями сама но не хочу отдавать и полностью ладно беремся юная катрин которую мы не знаем получила образование так а мне еще и такой герб как будто она не наша ой как тут плохо как нам тут не нравится как мы тут дохнем кажется не хочу никаких денег все четыре процента давайте-ка мы глянем если белый мир он потеряет благочестие престиж если мы победим то мы получим чуть-чуть вообще крошку благочестия так что мы заканчиваем все это дело белым миром пошли вы в задницу не хотим мы всех вот этих вот мучений распустаем всех займемся тем что у нас внутри королевство у нас очень даже империи очень много всего интересного тут происходит хотелось бы заняться именно этим том числе так сортовала сортовала у нас кочевнический да нам нужно чтобы тут была крепость 2 карелла дорого тут крепость оставить ужас адриана услышите наши требования удельная княгиня ксении является истинным правителем государства русь что признана мной другими вассалами польша ой польша зря ой польша зря никто не будет меня шантажировать я не то нажала я не то нажала да я не то нажала я отдала какой-то там непонятной ксении кто-то как синяя вообще нет великая княжества и русь где ксении то а все нормально вот она война я не то нажала я балда сейчас мы уходим в отставку нет конечно же нас никто не будет шантажировать никому мы естественно не будем отдавать труси это вот что что арус это наш совсем наша территория мы получается отдали импирь что я нажала на эту кнопку загрузимся быстренько у нас как раз там должна быть заканчивается война с византии наверно то есть мы на пару месяцев всего откатились так война с византией все заканчивается сейчас мы даже небось да мы не успели даже даже не успели сжечь свои войска будет намного интереснее все тюрьмы всех лишних выгоняем помолвка сестра наша с вратиславом кривичем нет чувак во первых нет 3 хочу знать кто там за эту кристину карину где-то ксения до родственница какая-то дальняя вообще новгородом владеешь преступница маленькая можем тюрьму заключить нет попробуем ее грохнуть вдруг вдруг она многим не нравится нет вообще холодно ее не можем но с фракцией все равно нужно разбираться так с паном подуэлимся мы победили чуть-чуть его ранили чуть-чуть серьезно его ранили а оксила 77 процентов равный раздел рульс тоже 77 процентов это как-то ефимий один процент можем посадить один процент шанс украшение на жизнь 46 процентов ну да ну да ладно мы уже собирались заниматься тем что у нас внутри государства вот и будем этим самым заниматься что мы будем точно делать мы будем отстраивать это селение до крепости мы будем мы будем в сортовели мы будем строить здесь крепость город храм подумаем еще что будем строить вассалы ой не распустила не распустила народ и территории у нас что-то лишних тоже есть и менее лишнее все мое интенсивное изучение военного искусства принесло плоды теперь и гораздо лучше понимаю в тактике и стратегии это здорово что мы кстати можем ну-ка поединке щитоносицы выживания жизни воина мы можем попросить например нашу сестру стать нашей щитоносицы или нет нет похоже нет давайте подарим ей пиво раз уж мы его делаем знаете о вот так равный раздел Русь сто три процента за счет поляка остальные мелкие он куда не встали не вступит все делается сильнее делается прямо смотрите племенной союз Польши племенной союз Богемия Попробуем как там с заговорами нет не получится придется с ним воевать придется с ним воевать не можем оказывать титулы конечно если не знаем что он преступник я думаю что нам нужно с ним повоевать и повоевать нам нужно с ним одним так мы угрозы мир порядку 83 процента но это на внутренности не распространяется о смотрите тут славянское язычество и тут беспокойные кочевники исчезли отсюда интересно ладно чувак нас ненавидит давайте заключить тюрьму он поднимает восстание где он поднимает восстание кстати белый красный на белом фоне красный какой-то орел о вот он ничего себе нормально мы соответственно собираемся вот здесь например в Новогрудске у нас не очень много войск меньше чем хотелось бы но я думаю что все равно будет попроще и в тюрьме отнимем у него прямо какой-нибудь титул 9000 набрали так сколько у него вообще давайте глянем его 4000 вот 4000 он может нам выставить видите как и хитро разбила разбила потому что иначе бы если бы они нам объявили войну ну то есть за эту там ксению непонятно у нас бы конечно мы со всеми воевали а сейчас мы боим только с ним одним о хорошо по своей земле ходить есть есть что кушать нашим войскам 4500 тоже давайте подгребаем о вот вот его основные войска туда сейчас и двинем о даже даже лучше даже вот еще есть 4500 с половиной тысячи десять процентов есть это я так понимаю столица лиф утренний брак путят советич и предводительница чего предводительница козельска нет слушайте нет держите девушки себя в руках до этого путята а подожди они женаты а они женаты ну в смысле они помогли тогда забирай ладно что опа десять тысяч войск только что было разбежались глупенькие кто что-то разбегает такие моменты по кусочкам и и раскрошим такими темпами 24 процента хорошо хорошо хорошее начало страж объявил войну местность один из важнейших элементов любого сражения если я продолжу изучение уверенно я смогу в совершенстве освоить тактику я думаю я хочу быть зимним воином потому что зима тут у нас знаете ли очень часто на наших землях случается уж точно не реже чем на всех остальных как они быстро освобождают просто махом так нужно подуэлиться с чуваком 32 процента неплохо ничего себе у них тут 3000 сидит в гарнизоне хорошее хорошее место хороший город интересно кстати сейчас сколько у нас в плотке вот сидит в гарнизоне 2000 маловато маловато так в карелии город вот так вот теперь я спокойно что у нас ничего не отвалится в какой-то момент важно а потом вот теперь можно будет как-то уже так родственник у нас умер а умер и волын нам на местничество отдал то есть мы сейчас сможем распределить волын следующий например системы у нас подрастает подрастает что мне пофигу на ком она будет замужем так тюн федор предложил несколько интересных идей да давай воплощай интересные идеи это мы только за священный джихад не на нас ух просто вытерли под со лба это они там это они там бегают это они там бегают чего-то там они захватывают очевидно не на столицу ли они чешут вообще где они не вижу вообще не вижу их войск ну неплохо идем вот они войска сейчас срочно срочно сегодня ко мне подошла моя сестра любава она сказала что беспокоит мои привычки в еде она считает что за последние месяцы я немного прибавила в весе ну вот мы можем посмотреть ну давайте чуть-чуть похудеем не хочу чтобы она в стрессе была от этого знаете ли умирают у нас хорошие хорошие военачальники я думаю что можно попробовать цвет который дала мне любава оказался именно тем что мне было нужно чтобы вернуть форму поверить не могу насколько близко я подошла к тому что в блаженном неведении не провести остаток своих дней жирных коров ревна любава должна быть феодалом ладно разберемся видимо с ним я хочу с сестрам просто раздать вот эти наместнические феодалом 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 следующий ранг общественные хорошо теперь мы можем устроить воинские тренировки и видимо мы завели друга хотим крестижа будет там крестиж так берем столицу или это не столица я по горбам смотрю большой герб вроде столица 54 процента предводительница дейра премудрая нет в тюрьму Драгомира Кривич ай-яй-яй что вообще тут делала в тюрьму Елисей вот тебя можно принести в жертву в тюрьму ничего себе мы тут набрали всех в тюрьму ой заработаем ой заработаем сто процентов есть судим требования чего-то там у нас оккупированное есть ой правда есть в тюрьму в тюрьму в тюрьму имя оккупированное какая вот этими вот красавчиками сейчас они могут сами сдаться на самом деле священный джихад увенчался успехом новый христианский военный орден был основой небольшой группой богатых рыцарей молодцы у нас почему-то только один орден ну наверное даже лучше ну что он один что он и так расселяется тут у нас по территории какую территорию они захватили непонятно не вижу даже сдаться не могу может быть вот это может быть вот это это территорию мы не не можем ничего с ней сделать так ваша репутация истинного правителя расползается так и к нам присоединяются какие-то там рыцари не сто процентов ладно давайте попытаемся нет тут все нормально не вижу не вижу ладно придется видимо искать я не знаю поражение победа битва 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 прожили предположим поражение вот здесь было и вот здесь ничего не оккупировано это оккупировано племенем туров это они между собой просто тусят это пуссия что за пуссия пуссия это тоже между собой какие-то они тут еще явно цветомержи цветомержи это что-то чешское франция тут разгуливает тоже мне кажется это какой-то глюк не могу не могу просто отправить ни одна из территории восставшего не занята другим это за то что он воюет как раз другими мы должны отвоевать эту территорию сперва чертовы кто там французов серьезно ну-ка французы подходи по одному королева какой там адриана очень зла очень зла она собиралась нападать своему вассалу вот теперь в итоге ввязалась вот в такие вот глупости видимо с французами начинать воевать не отбиваются отбиваются то есть они пока нам приходят что-то пытаются сделать моих каждый раз даем по носу очень кстати классные земли такие хорошо застроенные и это при этом наши земли как дела нет что барнов он явно занят так станем мы блестящим стратегом и скромной или высокомерной высокомерный прирост престижа скромное благочестия берем благочестия к сожалению о есть есть все французы пошли вон все дружно этих сейчас мы найдем ливонское восстание идем покараем цель у нас какая была помню будет цель вырастить наследника кстати давайте для этого дела мы заберем у него командование пускай сидит дома делает наследника а то знаете очень сложно сделать наследника когда ты возглавляешь армию а наследник нам очень нужен это это кровь рагнара лотбрака и кровь нашего предка великого волхова руслана соединиться будет и то и другое наших детках все мы все победили ура всех распускаем с карелой смотрим у нас строится в девятом году построить через пару месяцев крепость а она продала территории этим воинам хируна они никак не хотят становиться моими вассалами это обидно очень-очень обидно ну что ж мы защитились мы более того так надо сейчас посмотреть заговорщики на нас вроде никто ничего не пытается нас убить нам нужен вот ты да можем да он предатель мы можем у него отобрать богемию или польшу богемию или польшу польшу большая польша 2 к сожалению уже нельзя а нет смотрите и богемию можно хорошо женщине приходится терпеть все остальное нельзя уже такой дважды дважды предатель видимо позвали у него два королевства сейчас все будут супер против того что у нас очень много королевства у великая княжества польши богемия смотрите у них еще и законы не те нам нужно срок правления больше 10 лет выдержать тогда сможем поменять все законы ой хорошо то как хорошо то как все в наших руках всех все по моему мы забрали территории смущу вот есть делаем замок отдадим ей финляндию так это милашка камила нас сестра любого с такой меня с такой необычной внешностью мы можем ей дать имени доуза можем ей черемису отдать полос нет черемису у нас совсем немного территории так ага на местничество ура все глянди новгород русь волынь богемия волынь или новгород наверное отдадим ей новгород на местничество на местничество все государева на местнице любого новгородская ну и пожалуй на этом мы закончим всем спасибо что смотрели не забывайте ставить лайки писать комментарии и до встречи в следующих видео пока пока